Всем здравствуйте! С вами снова мы с очередной распаковкой писем и посылок. Сегодня у нас две посылочки и пять писем. Как всегда, начинаем мы с посылочек. И первая посылочка, возьмем эту коробочку красивую. Пришла она от Звездова Олега Валерьевича. С Белоруссии пришла посылочка. Интересно, что там. Мы удивились сначала с Борей, почему такая вот коробка явно не русская. Так, и смотрим, что здесь. Так, сейчас. Кто смотрит из вас Семейку Зет? Это канал, который бросил нашей семье вызов. Но, к сожалению, мы его повторить не сможем за ними. Но семья у них четверо девочек, да? Четверо девочек. Они тоже ведут семейный канал. Спасибо вам большое. Они нам писали, что должны прислать посылочку. У них вот такая, ну я потом прочитаю письмо, вот такая вот Семейка Зет. Ребята, мы обязательно оставим ссылочку на этот канал, вот такая семья. Оставим ссылочку. Ну, по крайней мере, мы смотрели пару видео. Вот первое впечатление очень хорошее. Ссылочку в описании видео. И сейчас прямо вот здесь. Муречка, наведи так, чтобы над моим пальцем появился ролик о том, как они бросили нам вызов. Кому интересно, посмотрите. К сожалению, Семейка Зет, мы его выполнить не сможем. Не по нашим силам это сейчас. Но спасибо за то, что вы его нам бросили. Вот они, что пишут. Привет, дорогие Бровченко. Вы очень добрые и отзывчивые люди. Впереди сезон походов, а самое главное в походе это костер. Поэтому высылаем вам набор для разжига костра. И пусть пламя любви и доброты никогда не гаснет в вашем доме. Спасибо, ребята. Спасибо. С уважением, Семейка Зет. И теперь посмотрим, что же они для этого выслали. Ой, тихо, а то меня сдует. Буря сзади сдувает. Это опахало для разжига. Сухое горючее. Белорусское. Белорусское, заметьте. Вот такая штучка. Это как буря правильно называется? Газовая горелка. Газовая горелка. В общем, ребята, когда на улице будет сильный дождь, и нам вдруг понадобится, да и вообще для удобства, развести костер, мы воспользуемся вот таким буряным баллончиком, вот таким вашим зажигателем. Сделаем вот так. Чуть откручивай. Нажмем. И пламя от костра. И у нас будет хороший зажиг костра. Ну, а сухое горючее, я так поняла, поможет нам в этом деле. Вот такой баллончик и отдельная вот такая штучка. Спасибо огромное. Я надеюсь, что оно нам пригодится. Это мы прячем сюда. И за вызов, и за ваше сердце спасибо вам. И за посылку. За все спасибо. И не такую походную, но все же приятную посылку нам прислала грекова Татьяна. Она прислала детишкам много-много таких объемных наклеечек. Изучаем Саван, так здесь записочка. Здоровские наклейки. Очень приятные котики, птички разные. Так. Дальше. Тетрадки. Ой. Ребята, ребристые тетрадки. На ощупь. Класс. Кстати, я еще никогда таких нет. Мы сколько тетрадок через нас прошло, да, покупали и все. Они такие в квадрате. Тесненные. Ну да. Класс. Прикольные на ощупь. В общем, много-много детям тетрадок. Спасибо вам большое. У нас тетрадки, конечно же, не идут так, как в школе обычно. Но очень удобные тетради, они заводят себе, например, под рецепты, там еще под что-нибудь. Поэтому спасибо большое. Дальше. Ого. 400 наклеек животные. Чего? Сейчас такие альбомы продают. Смотрите. Класс. Вот меня тут привлекло. Смотрите. Какой котенок маленький. Маленький котенок. Маленький-маленький. Пока есть не начнет. В общем, ребята. О. И вот, что меня еще привлекло. Класс. В общем, ребята, здесь смешные не только наклейки, ну и серьезные, смешные какие-то с юмором, с таким подколом. Класс. Здорово. Обязательно детям передадим. Надеюсь, им понравится. И даже уверенно. Просто захотела сделать для вас что-нибудь приятное и прислать вам кое-что полезное. Спасибо большое. Прям очень приятно. И вот здесь маленькие игрушечки Лего. Ой, не Лего, а Кильдеры. Спасибо огромное. Очень сделали приятно. Очень. Значит, переходим мы на письма. И первое письмо от Канышевой Дарьи к нам пришло. Письмо и вот такой рисуночек. Дальше. Аня, Паша, Тёме, Саше. Не знаю, что здесь. Наклейки или что-то такое. Игрушки для Барби. Это Анечки. И что это? Далее рисунок. И рисунок. Ага, рисунок разукраска. То есть нужно так же его разукрасить. Спасибо огромное. Очень приятно. Мы детишкам это всё обязательно передадим. Следующее письмо от Асташкиной Елизаветы. Вот так вот она красиво оформила своё письмо. Она нам прислала... Я без понятия, что это. То есть вот такие какие-то карточки. Дети будут там разбираться, что это. Значит, дальше наклеечки. Письмо в наклеечках. Анечке личное. Паше личное. Тёме личное. И твоя роспись. Нужно детям оставить свою роспись. Вы знаете, у детей ещё нет своей росписи. Они ещё даже над неё не думали. Поэтому я не знаю, что они там напишут, конечно. Может, что-то и напишут, но всё же. Спасибо огромное. Следующее письмо от Лариной Юлианны. Какое красивое имя. Юлианна, Полианна и так далее. Нежное, красивое, длинное имя. Значит, браслетик она нам прислала, Юлианна. Стоп! Открываешь осторожно. Ой, здесь какой-то подкол. Явно детям. Открывать осторожно. Надеюсь, дети перед тем, как открывать, прочтут эту надпись. Так, семья Бровченко класс. Дальше. У Ани ведь есть кукла Барби. Решила подарить наклейки с Барби. Здесь наклейки с Барби. Красиво оформлено. И можно открывать на видео. Но на видео мы не будем открывать. Для магазина и наклейки здесь. То есть здесь разные вещи, эти вещички. Потому что будет очень длинно. Мы так в двух словах по-быстренькому показываем, что вы присылаете. А уже дети более подробно будут смотреть. Сами. Они сядут и спокойненько все это обсмотрят. Следующее письмо пришло от Бондаревой Алины. Значит, она нам прислала вот такие вот наклейки. Прислала Алина. Дальше Алина прислала... Это, наверное, машинку дело, да, вырезать. Тимофеечку какой-то подарочек. Письмо прислала Алина. Дальше. Это кому-то Анечке подарочек. Так. Семья Бровченко. Люблю, наверное. И... Так, а Паши нету, да? Или может быть... А, а Паша именно вот эта машинка. Все, я думаю, странно. Но Сашеньке, я так поняла, не прислать. Потому что он очень маленький. Он все равно это все порвет, поломает. И... Вопросы. Ее вопросы с таким смайликом. Спасибо большое. Письмо от Данила Дубинина. Он прислал письмо. Мы его не будем показывать. И сейчас посмотрим, что здесь. Ой, своими руками сделал, видите, вот такой график. И примеры, и задачки разные, и все такое. Спасибо тебе большое, Данил, за письмо, за твой график. Спасибо всем, кто прислал посылочки, письма. Очень приятно, приятно, вот за тепло, за ваше, за поддержку такую вот. Каждое письмо – это поддержка для нашей семьи. Поэтому спасибо всем. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.